Что такое хороший музыкант? Это человек, который прекрасно исполняет музыку. Но смотря где, друзья, конечно, в хорошо отапливаемой консерватории. Вышел на сцену, сел у рояля, вот тебе оркестр справа, дирижер слева и... Друзья, а вот попробуй то же самое сделать на параде. А в мороз. А ну-ка возьми-ка этот рояль так, через плечо, вот так вот на ремне и... Вот. Военные музыканты, которые играют в военных оркестрах, вот это настоящие музыканты. Во-первых, нужно играть на морозе. Во-вторых, нужно еще маршировать уметь. А в-третьих, нужно останавливаться в любое мгновение. Подъехал принимающий парад к войску. В любой момент начинают и останавливаются. Вот это реальные профессионалы. И о них наш сегодняшний сюжет. На главной площади страны парадные дефиле лучших военных оркестров мира. Вот так в духе советского информбюро мы могли бы вести свой репортаж с фестиваля «Спасская башня». Повод для торжественного тона самый подходящий. В Москве играли лучшие военные оркестры из Англии, Франции, Мексики, Италии, Иордании, Австралии. Всего из 20 стран. Да, тут было на что посмотреть. А главное, что послушать. Но мы думали не о том, что видели и слышали в этот день. Мы никак не могли забыть картину, которая явилась перед нами накануне, на репетиции. Те же самые военные оркестры. Марш «Прощание славянки». Сто лет подряд под эту музыку провожали солдат на военную службу, потому что считали, что этот марш отлично поднимает военный дух новобранцев. И обратите внимание на некоторую странность. Это же военные оркестры. Но почему тогда некоторые из участников даже не надели форму? Солдат обязан быть солдатом всегда. Что за футболочки вольных расцветок? Выходит, в наше время эти оркестранты вовсе не военные, а простые музыканты. Давайте разбираться. Программа «Галилео» отправляется в гости к музыкантам главного военного оркестра страны. Центрального оркестра Министерства обороны. Пока музыканты еще спят. Утро начинается так же, как и в любом войсковом подразделении. С подъема по команде. Солдат! Подъем! В армии на все есть строгие нормативы. В том числе и на утренний подъем. По сигналу командира, боец должен пулей вылететь из постели и одеться за 45 секунд. Каждый день, как положено по армейскому уставу, здесь проводится обязательная утренняя поверка. Оркестр, сравняйся. Смирно. Командиры должны выяснить, все ли бойцы на месте. Товарищ сержант, лично социально-центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации для проведения утренней поверки построен. Командир отделения Ефрейд Раникен. Утренней поверки приступить. Есть. Для того и каганер. Ясно. По сути, поверка – это всего лишь дань армейскому ритуалу. Случаев дезертирства из военного оркестра не бывало за всю его историю. Это вы? Нет. И нерях, которые ежедневно не подшивали бы свежий подворотничок, здесь тоже отродясь не видывали. Вольно разойдите. С песней. Шагом. Марш. Выходит, военный оркестр – это подразделение, которое, как и все войска, располагается в казарме, подчиняется военному уставу и марширует на плацу. И тут все военные. Без выступлений центрального оркестра не обходится ни один торжественный парад. Эти ребята, можно сказать, визитная карточка наших вооруженных сил. Чтобы не ударить в грязь лицом, им приходится отрабатывать до автоматизма каждое движение в строю. Разойдись. В оркестровом порядке. Становись. Военные музыканты упражняются на плацу с инструментами в руках. И проверяют расстояние в строю не вытянутой рукой, а вытянутой трубой. Упражнение делать. Удачи. Дай. Оркестровые инструменты не так-то легко удержать на весу. Чтобы зрители во время парада могли полюбоваться точными и слаженными движениями, ребятам приходится ежедневно делать вот такую утреннюю гимнастику. Все выносы инструментов резче. Военный музыкант на параде должен отлично владеть не только своим инструментом, но и своим телом. Маршировать, когда руки заняты, не так-то просто. Раз руки мы не задействуем, значит мы тянем ножки. Пятка опорной ноги не отрывается от земли, для того, чтобы шаг не получался удлинённым. Первая шеренга. Шагом. Марш. Между прочим, чтобы печатать строевой шаг, требуется отличная физическая подготовка. А держать парадный темп 120 шагов в минуту и вовсе упражнение не для слабаков. На одну ногу стань, Женя. Попробуй на той ноге, на которой ты стоишь, сделать шаг. Шагни. Правильно, ты оторвал её от земли. Для того, чтобы сделать шаг, нужно ногу поднять от земли. И в оркестре, в строю, это нужно сделать вместе со всеми, одновременно. А для этого постоянно должно существовать у тебя чувство метроритма. Официальной датой появления оркестровой службы в России считается февраль 1711 года. Тогда Пётр I издал указ. Создать в каждом пехотном полку оркестр из труб и барабанов. Несколько веков подряд военная музыка была совсем примитивной. Её задача сводилась всего лишь к тому, чтобы задавать ритм марширующим войскам. Затем к барабанам, трубам или таврам прибавились кларнеты, корнеты, тромбоны. И примерно к 19 веку военный оркестр приобрёл современное звучание. Теперь его уже трудно представить на поле боя, среди пушек и рвущихся снарядов. Мы не взвод охраны обеспечения, мы оркестр. Мы этим и занимаемся. Мы работаем на публику, мы артисты. Каждый из нас артист. И должен выглядеть красиво. В строю, на сцене, да даже на репетиции. В студии артист должен оставаться артистом. Но всё же не стоит забывать, что военный оркестр – это воинское подразделение. И в нужный момент оно может стать боевым. Каждый музыкант-призывник знает своё место в строю. Оркестранты, как и все новобранцы, расписаны по боевым частям. Про дисциплину и прочие прелести военной службы мы рассказали. А как же насчёт музыки? На неё по расписанию отводится по пять часов в день. В студии солдат встречают коллеги, которые давным-давно вышли из призывного возраста. Дело в том, что ребята, за которыми мы наблюдали, только часть Центрального оркестра Министерства обороны. В нём есть ещё симфонический, струнный и эстрадно-симфонический оркестры – биг-бенд, джазовый ансамбль. В репертуаре этих музыкантов не только традиционное «отслужу, как надо, и вернусь», но и произведения Гайдена, Бетховена, римского Корсакова и других классиков. А запись гимна Российской Федерации обычно звучит в исполнении оркестра Министерства обороны. Неудивительно, что отбор в коллектив очень строгий. Как же сюда попасть? Для этого нужно отучиться семь лет в музыкальной школе, четыре года в музыкальном училище. А некоторые успевают оттрубить ещё и пять лет в консерватории. Ведь здесь есть военнослужащие, проходящие службу не только по призыву, но и по контракту. Кроме того, в оркестре играют гражданские артисты. Кстати, среди музыкантов и певцов встречаются и представительницы прекрасного пола. После репетиции гражданские музыканты отправляются по домам, а военные – в казармы. Но прежде им нужно сложить оружие, то есть музыкальные инструменты. Между прочим, самые ценные из них стоят куда дороже автоматов. Они хранятся здесь же, в расположении оркестра. В этой комнате поддерживают определённый температурный режим. Военные будни – это не только муштра и дисциплина, но и бытовые заботы. Каждый боец должен следить за своей военной формой. А у оркестрантов, в отличие от служащих других армейских подразделений, только парадные одежды – три комплекта. Обычная парадка с зелёными погонами и зелёной рубашкой для случаев, предусмотренных уставом. Её надевают, например, по государственным праздникам. Другая – более нарядная, с белой рубашкой и аксельбантом для выступлений. Вот эту форму со специалистами Минобороны проектировал модельер Валентина Юдашкина. Форма удобная, лёгкая. Она не стесняет движения, и мы не чувствуем никаких неудобств. Для самых торжественных случаев, таких как выступления на Красной площади, у оркестрантов есть историческая форма. Она в точности повторяет кивер, китель и перчатки офицеров Лейб-гвардии Преображенского полка, которые те носили в 1812 году. Эта форма хранится не в казарменном шкафу. Для неё оборудовали кладовую, где поддерживается микроклимат с определённой температурой и влажностью. Все комплекты сшиты точно по размерам каждого музыканта. После парада бойцы сдают её обратно – кладовую. В случае ЧП с такой исторической одеждой, обычной штопкой не обойтись. Её придётся нести в мастерскую к реставраторам. Впервые в этой форме оркестр появился на публике 4 года назад, на том же фестивале «Спасская башня». Выступление на Красной площади – самое важное мероприятие в году. Да, глядя на эту красоту, и не подумаешь, что среди военных могут быть гражданские. Да и не хочется об этом думать. Какая разница, если это настолько красиво и зрелищно? Хочется просто любоваться на этих прекрасных музыкантов в военной форме. Между прочим, раньше марш, именно марш Мендельсона использовали по назначению. Красиво наряженные солдаты уходили на фронт на лошадях. Все рыдали. Кто-то сказал «па-па-па». Слушайте, как на свадьбу идут! Сразу лошади остановились. Как, как, как ты сказал ещё раз? Как на свадьбу идут? Слушайте, а что если мы этот марш будем на свадьбах использовать? И сейчас все так же рыдают и так же всех провожают, как в последний бой на брачный фронт молодоженов отправляют.